Но у вас же была такая достаточно, я бы сказала, успешная карьера телеведущего, автора-исполнителя, человека, который пишет песни. Вдруг вы пошли в ЗСУ, хотя, конечно, не только вы, потому что многие ребята из шоу-бизнеса ушли, их лыбнюк и все. Но как у вас так получилось, что вы приняли такое решение? Ну, знаете, оно было интуитивным. Я, в принципе, по жизни, в принципе, у меня основная карта, которой я играю, это интуиция. Поэтому вот когда ты понимаешь, что внутренний позыв произошел, знаете, пока иррациональное решение, потому что решение пойти в ЗСУ было... Ну, я сначала шел не в ЗСУ, я думал, что я иду в ТРО, а когда пришел и мне сказали, что нет, это ЗСУ, я вышел, покурил, а я не курю просто. Вышел, покурил, походил, я просто, ну, думаю, это стрессовая ситуация, модели поведения правильной еще нет. Покурил, зашел обратно, говорю, давайте, где ставить подпись? Покурил, зашел? Ну, да, в принципе, практически все родственники меня отговаривали, и мама тоже. Ну, не то, что мама не отговаривала, она как бы увидела просто, наверное, либо настойчивость голоса услышала, либо увидела уверенность в том, что я это сделаю, ну, в моих глазах. И поэтому она как-то сначала попробовала сказать, что может не стоит, а потом отбросила эти попытки. Поэтому у меня есть тетя моя крестная, которая меня поддержала, я с ней... Ну, я с ней в очень близких отношениях, и я набрал, говорю, слушай, я хочу пойти служить. Это вот на второй день было. Она так сначала... такая пауза была маленькая, потом она говорит, давай. И вот это было... мне нужно было помимо внутреннего решения еще где-то со стороны, наверное, поддержка нужна была. Когда она говорит, давай, я говорю, спасибо. Фух, это то, что я хотел услышать. Литература знает много отличных романов о войне. Ну, конечно, ремарк, прежде всего. О, так даже круче, кстати. А есть такой очень хороший роман Алдингтона, называется «Смерть героя» вообще. Ну, и Хемингуэй, и все такое. Так вот, «Смерть героя» там как раз роман о том, как молодой человек идет на войну. И, как оказывается, что то, что он себе представлял, как это, да, и то, что на самом деле смерть, грязь, страх, это совсем другое. У меня не было, наверное, такого ожидания, не было представления. То есть я... Давайте я вам расскажу просто про свой первый день, про свои первые впечатления. Давайте. Я же говорю, что я шел... думал, что я иду в Тарооборону, и у меня было представление Тарооборона, что я прихожу там днем, патрулирую территорию, там, либо ночью определенные часы патрулирую территорию, а остальное время я возвращаюсь где-то, ну, сплю там дома, например. А когда я пришел, ну, понял, что это сбройные силы, что все, я теперь домой попаду после победы. То есть так, да, так я здесь там 24 на 7. И так как это была неожиданная для меня информация, то я себе даже не представлял, что так может быть. Поэтому у меня не было с чем сравнить. Поэтому я, знаете, голой кожей все это, голой, содранной кожей все это впитывал. И когда я пришел, а я пришел с Моисеем Скрипачем, с которым мы, собственно, ехали на концерт в Николаево, который должен был состояться 24 февраля, и вот из-за позднего выезда мы, получается, так, что остановились в Одессе, не доехали до Николаева. Я планирую, как раз, на следующий день выезжать. И поэтому, ну, Моисей вместе со мной пошел. Нам сразу выдали автоматы, форму. И у нас такое было, особенно на момент нахождения там кораблей, одно из самых опасных мест с точки зрения подхода десанта к морю, со стороны моря. Поэтому нам, у нас поставили, сразу нам рассказали, как это может быть, рассказали, как. Поставили на пост, показали, смотрите, вот здесь вот отсюда могут идти, отсюда могут идти. Рассказали сразу же, так, идет один, там, выстрел, сначала стой, выстрел в воздух, если вдруг не реагирует, потом на поражение, понял? Я тут держу автоматы, я еще не стрелял, когда-то давно, когда на военной кафе приучился, вставали зачеты. Так, я не понимаю, у меня, не понимаю, как здесь, одиночная очередь, хорошо, все, это понятно. Итак, один, двое стреляете, по ним желательно стреляете как можно громче, чтобы группа быстрого реагирования успела подойти, у них есть опыт, они все сделают, все разрубят, опытные бойцы. Вы стараетесь тянуть время до их прихода. Я говорю, да, 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 говорит, вот гранаты, вот здесь запал, вот так стреляешь, бросаешь, стараешься, как можно дальше бросить, чтобы взрывная волна не достала до вас, и радиус поражения такой-то. Поэтому бросаешь, сразу прячешься. Здесь за мешки, особенно если их больше двух человек, вот тогда это эффективно. И ты понимаешь, что сейчас очень много этой информации, и ты понимаешь, что ты эту информацию впитываешь очень жадно, потому что в этот момент в твоем воображении есть уже картинки того, как на нас нападают. То есть ты понимаешь, что это может реально сейчас произойти. Так и было в начале войны особенно. И ты понимаешь, что от этого зависит твое выживание. Ты жадно все это впитываешь, 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 часу, отстояли, практически не моргая, смотрели туда, на эти точки, откуда может ползти враг. Все, ушли оттуда, пошли, поспали, там часа, по-моему, три или четыре. Спускаемся, и снова на пост. Приходим, и как раз начинается первое, вот, вот, лучи рассвета. Мы смотрим, и очень красиво было, еще такой месяц тоненький. Тут я вижу вот как раз с той стороны, где мне показывают, что там есть в заборе, возможно, пролезть. И тут я вижу там мужик, и у меня сразу... Я быстро в рацию, ты ж быстро всем постам, там, здесь мужик. А никто не реагирует по рации. Я думаю, что такое, прячут, нам показали, что телефон... Мы остались один на один с этим мужиком, короче. Ну, еще Моисей рядом со мной, который тоже не понимает, что идет, но это как бы моя часть, это мой фланг, меня надо брать. И я быстро телефон, и прячусь, потому что прячут, и криваясь курткой, потому что нам еще сразу объяснили, что как бы старшие ребята умеют правильно подать информацию. Они говорят, если там телефон на минимальную яркость, и даже на минимальную яркость он подсвечивает лицо, и могут сразу типа в голову убрать. Поэтому прячусь. Я там прячусь, у нас такое там еще сооружение было не очень, не совсем пригодное для жизни, назовем это так. Я где-то там прячусь, достаю телефон, звоню начальнику смены, обращаюсь к нему, говорю, так, здесь какой-то мужик, он говорит, наблюдать. Я такой, а как наблюдать? Я там встал, глядываю, смотрю, а мужик начинает делать какие-то простые, незамысловатые какие-то процедуры. Что-то поднял, куда-то перенес. Я понимаю, что мужик, но он вообще как бы ничего явно не замысливает плохого. И потом уже, заканчивая смену, я иду, выясняю, там уже более опытные ребята, которые пришли на день на два раньше. Они говорят, а, так это сторож. Я говорю, в смысле, как сторож? А что вы не предупредили? Они говорят, а, да, что-то забыли. Они вот сказали, что им чуть пуля не досталась. Я же перепуганный.